Коллеги, рядом со мной представители людей, которые отвечают на эко-повестку, на ЗОЖ-повестку. Ассоциация переработчиков дикоросов. В нашей стране огромное количество суперполезных продуктов. Хочется узнать чуть поподробнее. Здравствуйте. Добрый день. Да, мы представляем как раз вот ту интересную отрасль, которая выдает продукты органические, вкусные, натуральные и полезные для здоровья. Это как классическая линейка грибы, орехи, ягоды, так и абсолютно новая морская женьшень. Это трепанг. И вот такая вещь замечательная – это папоротник. Также у нас очень много других интересных продуктов, причем они сейчас находятся уже рядом со своими потребителями. Мы открыли логистический комплекс на площадке агропромпарка «Органик Вилл» в Пушкино, Московской области. И сейчас любые покупатели нашей продукции, даже небольших партий, в состоянии это купить практически здесь и сейчас. Скажите, производство дикоросов – это промышленные масштабы или все-таки это небольшие компании, которые входят в ассоциацию и каждый выдает какой-то свой сегмент продуктов? Да, действительно. Здесь есть, конечно, компании, которые заготавливают тысячами тонн и они поставляют, скажем так, уже более унифицированную продукцию для переработчиков, для хлебобулочных изделий и так далее. Но есть небольшие компании в регионах, которые производят, ну, наверное, скажем так, наиболее интересные, практически крафтовые вещи, которые интересны и покупателям. Но, к сожалению, они пока не присутствуют во всех торговых сетях и поэтому мы работаем на выставках с этой продукцией, продвигаем для всех потребителей, всех категорий потребителей через все возможные каналы. Потому что, ну, зачастую сложно предпринимателю вот с Дальнего Востока и из Красноярска так вот запросто достучаться до того, кто кушает здесь в Москве. И в этом плане я, опять же, благодарен и ребятам вашей команде из Retail.ru, которые делают вот эту вот миссию по донесению информации. Потому что нам важны, скажем так, все, кто может помочь раскрутить это, потому что, ну, в действительности, заготовкой и переработкой дикоросов в маленьких компаниях – это небольшие семейные компании, где люди делают продукт с душой, очень вкусный. И он всегда находит отклики в сердцах людей, в том числе вот сейчас новый тренд появился – это корпоративные подарки, когда крупные компании, там, Газпром и другие покупают уже не какие-то французские коньяки, а именно вот продукцию наших отечественных производителей. И это тренд, и это очень круто. Да, и я хотел бы сказать, что, несмотря на то, что это наше родное, испокон веку и так далее, но пошел тренд на упаковку наших дикоросов в очень премиальные, интересные упаковки, которые сразу бросаются в глаза. Хочется сразу посмотреть, это замечательная подача. Хочется пару слов немножко об этих продуктах. Да, это замечательные продукты. Вот здесь белые грибы премиум класса, смесь ягод и орехов группы компаний Кедровый Бор, торговая марка Кедровый Бор. Вот здесь вот такие замечательные, дальневосточный кедровый орех компании Кедрус. Действительно, вот такая подача, она просто суперская. У кедрового Бора последние вот три года появился, скажем так, продукт в категории ультрафреш. Это свежие грибы-лисички, их можно видеть на полках-магазинах даже сейчас. Они первые начинают поставлять, эта компания, это профессиональный переработчик. И они практически держат полку со свежими лисичками практически весь сезон до появления последних грибов. И действительно очень приятно, что вот эта вот, ну скажем так, упаковка, она делается тоже небольшими семейными предприятиями. И таким образом мы работаем именно в первую очередь с социальным бизнесом из регионов. Здесь сейчас на выставке 20 с лишним регионов России, где действительно очень много самых, ну скажем так, крутых и интересных продуктов, которые, я надеюсь, в самом ближайшем времени попадут на полки магазинов или же просто через интернет-каналы, через наши ресурсы. Мы сможем их продвинуть для покупателей. Я надеюсь, выставка поможет семейным предприятиям найти своего покупателя и найти своих бизнес-партнеров. Спасибо вам большое за ваше дело и надеюсь на встречу в следующем году. Спасибо, до встречи.